Вот, опять, кто-то сказал, я 50 лет знаю Висбора, а я скажу так, вот у нас на биофаке МГУ несколько песен родилось в 54-м году, и одна из них, Звенигород, была та песня, которую запели дуэтом Ада Ягшева и Юрия Висбора, когда они стали выступать, И мы даже благодаря этому познакомимся, этой песне уже в этом году 60 лет исполняется, и она на биофаке тоже так расслабленно, до нас доходили песни в ВТУ, и мы так, детали, чего там, рекламы погасли уже, мы так со страстью пели. Ну, я хочу прочитать стихотворение, посвященное нашим сегодняшним героям этого вечера. Должен объяснить, вот за многие-многие годы дружбы мы ни разу не поссорились, я не ссорился ни с Адой, ни с Юрой, но были периоды, когда в Висбору объявлялись санкции. Это примерно так, как вот сейчас Меркель, допустим, Путину объявляет санкцию, и это случалось каждый раз, когда Висбор уходил от одной жены к другой. Мы все друзья принимали в сторону жены, с Висбором не разговаривали, вермишель ему запрещали продавать. В общем, санкции, знаете, были, но потом хочешь, не хочешь, санкции снимаются, и Меркель тоже, я думаю, недолго будет упорствовать. Аплодисменты. Очень часто на медленную друзья, гостя парочка встречала, и к столу его вела, и гитарочка звучала над тлееночкой стола. Пели чисто, жили просто на какие-то шиши, было жанра первородства, три аккорда, две души. На медленную Аделе, где игрушки на полу, пили, ели, песни пели, дочь спала в своем углу, а теперь живет богато. Висбор вечно молодой, не с Аделью, как когда-то, с молодой кинозвездой. До того мила учтива, что на что уж я хитер, а взглянул на это диво, только в лысину утер. Я присел на стуле чинно и услышал, ну дела, Адка, ай да молодчина, снова дочку родила. Родила и взятки гладки, если так, то все во мне, все в порядке. Дочь гладки, три аккорда, ночь в окне, нам хозяюшка до фени, что рассвет ползет к окну. Висбор бодрый без лени, лапой дергает струну, плоти умри, душа воскресни, пой нам Висбор, старый дед. Ведь от песенной болезни нам не выздороветь, нет. Аплодисменты, шуточки, шуточки, а каждый раз уход Висбора был трагедией для той, от которой он ушел. Это все врачи знают, нет, страшнее потери любимого человека, когда он умирает или предает себя и уходит к другому. И Ада, вот такой великий поэт наш Борис Абрамович Слудский, когда у него умерла жена, он много-много писавший стихов всю жизнь. После этого просто как умер. Девять лет прожил, не написал ни одного стихотворения. И Ада повела себя примерно так же. Она как бы ушла из вот той нашей жизни. И стихотворение мое этому посвящено... А что такое где-то гитара играет? Когда строку диктует страсть, она рабыню шлет на сцену. Адель, какую платим цену? За счастье пить, звездою пасть, сгореть, скатиться с небосвода. Адель, какая неспогода, когда строку диктует страсть. Спасибо. Аплодисменты.